Года учебе не помеха. В Белгороде работает университет третьего возраста. Старшее поколение горожан изучает психологию, английский язык и финансовую грамотность. Познакомит белгородских пенсионеров и с порталом «Активный горожанин». Все это позволит им идти в ногу со временем. О работе университета расскажет Татьяна Красикова. Еще не начался урок, а студенты уже на своих местах. В руках блокноты и ручки. Все готовы записывать за преподавателем новую тему. Сегодня очередная лекция на факультете социальной адаптации. Тема сегодняшней нашей встречи посвящена темпираменту. Факультет социальной адаптации новый в программе университета третьего возраста. Практическая психология – одна из дисциплин в его расписании. Сегодня, к примеру, изучают темпирамент. Позади несколько пройденных тем по искусству общения и конфликтологии. Уже в ноябре у студентов начнутся занятия по дисциплине управления здоровьем. Затем их сменят лекции по православной культуре. Валентина Щуйкова специально пришла в университет, чтобы пройти обучение на факультете социальной адаптации. Мне интересна психология вообще-то. Познать человека, познать себя, познать что-то новое, познакомиться с новыми людьми. Надо себе куда-то, как говорится, задействовать. Пенсионеры, времен свободного много. Когда работали, вроде некогда было, а сейчас стараемся заполнить себя. В этом году начал работу еще один новый факультет. Финансовая грамотность. Старшее поколение учат пользоваться современными банковскими услугами и онлайн-сервисами. Добавили в программу и два факультатива. На занятиях активных горожанин белгородские пенсионеры узнают, как пользоваться одноименным порталом, а также как разработать собственный проект. Для белгородки Ларисы Тишиной урок самый подходящий. Пенсионерка решила организовать на своем округе культурный центр. Очень надеется, что занятия здесь дадут все необходимые знания. Я хочу, чтобы у нас в поселке появился какой-то культурный центр, где могли бы собираться, общаться люди. У нас там ни клубы, ни дискотеки. Если не будем делать мы сами, то кто будет делать за нас? В программу университета в этом году вошел еще один новый факультатив – информационный гид. Студентам расскажут о проектах городской администрации. Неизменным остался факультет английского языка. Занятия у пенсионеров проходят два раза в неделю. В университете третьего возраста обучается порядка ста человек. Всего же за восемь лет работы проекта городского управления судзащиты лекции здесь прослушали более 700 представителей старшего поколения. Главная задача – продлить активную, творческую, духовную жизнь наших пожилых граждан. Чтобы они могли находить себя в этой жизни и ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Наравне с молодежью принимать активное участие в нашей городской жизни. Учеба у белгородских пенсионеров завершится в декабре. Итогом работы станет совместный проект, тему которого еще предстоит выбрать. Каждый студент получит свидетельство об окончании университета третьего возраста. Татьяна Красикова, Александр Подубный. К этому часу. Белгород.